Создав ими, Господи, помилуй меня. Бесчистое согрешил, Господи. Прости меня, грешен, помилуй, и пребудь с нами. Ты сам, Господи, укажи наш путь дальнейший. Ты есть истины и жизни, и мы к Тебе, Господи, обращаемся. Твоя святая воля добудет в нашей жизни во всем. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Садись, Вячеслав. Да, наверное, мы вот так сядем, чтобы видно было, надо зажечь свет. Подожди. Сидеть одинаково, рисунок сюда. Садись, наверное, сюда рядышком. Так, как вы встретились, я не пойму. Он раньше подошел. И стоял на улице? Да, но он мне подошел. Сколько стояли тут? Минут пять. Пять, а договорились-ка скольки? Пяти. А сейчас сколько? Четыре. Ну, вот видишь, как. А почему раньше пришли? Учеба закончилась. Надо было повестить. Я. На улице стоять в это время, это не сахар. Тем более, обувь такая. Так, и что за это время у вас было? Какие у вас сведения? Я поговорил. Погромче говорит. Я поговорил с дядей. С кем? С дядей. Дядя, кто будет маме? Брат. Родной брат? Да. Он здесь живет, в Барнауле? Да. Сколько ему лет? Пятьдесят четыре будет. Он верующий? Да. Он посещает где-то Малинное? В детстве он читал, посещал. В детстве он читал. Он что, православный? Нет. А кто? Мусульманин. Ах, мусульманин. Он ходит в мещете? Сейчас нет. Сейчас нет. Раньше в детстве. Так, чтобы я не переспрашивал, погромче говорите, чтобы слышно было. Так, и какой у вас был разговор, когда мы расстались? Вы пришли домой. Что, с кем разговаривали? С мамой? С мамой я до этого уже разговаривал. Игнатий Тихонович. И что? Она против. А? Она против. Против чего? Против того, чтобы я ходил в храм и вообще... Мама против. Да. Ну ладно. Подожди-ка. Так, тихо. Ни слова не говорите. Это хулиганство звонит Когда у нас был, пришел домой и сразу с мамой стал разговаривать До этого я разговаривал с ней Как ты начал говорить? Передай весь разговор Поберись ко мне и говори громче С дядей я начал разговаривать о том, что я хочу ходить в храм То есть можно мне ходить в храм? Он сказал, что посещать храм можно, но присутствовать на молитве в службе нельзя То есть в храм ты можешь зайти, но не молиться? Да Так, и ты что на это сказал? Я сказал, что я хочу Что ты сказал? Хочу Что я хочу Я то видишь, почему все это решил делать? Я думал, тебе просто возраст не позволяет, а ты совершенно самостоятельный Я самостоятельный Какой возраст тебе? 20 лет Ну 20 лет это ясно дело, что уже семья может быть Да Мать что на это сказала? Мать против А? Она против Ну против в чем выразилась? Сказала только или что-то еще? Сказала, что нет А? Нельзя сказала Ну нельзя, чем она подтвердила это нельзя? Потому что мусульманин присутствовать на молитве, на службе нельзя, не разрешено Ты вольный человек, если зайдешь в интернет, ты увидишь, сколько мусульман крестится и принимает Речь идет о тысячах и тысячах Принимает католичество, православное или баптисты где-то, но с мусульманством они поканчиваются навсегда Значит, православные переходят туда, это человек волен выбрать себе Ты что я сказал на это? Я сказал, я взрослый человек, это мое решение А кто дяде сказал, чтобы с тобой побеседовать? Мама? Нет, я сам решил Ты сам решил побеседовать? Потому что дядя мужчина А у тебя с отцом в родном связи нет никакого? Нет Совершенно никакой? Никакой И что ты приехал к дяде, как говорил? Я говорю, дядя, разрешено ли мне ходить в храм? Я хочу ходить Он говорит, ты можешь ходить, но присутствовать на молитве нельзя Присутствовать на молитве нельзя? Нельзя на службе Они не говорят, почему нельзя Ну и так принято у них Ты что на это сказал? Я сказал, но я хочу ходить в храм, так что он мне тянет Не просто ходить, речь идет не о хождении, а быть христианином, принять Христа как своим руководителем Вот сейчас рулетка, это чат рулетка такая, пакостная есть система И там мусульман процентов 80 Мы заходим и видно 100 тысяч человек там И открываешь когда, и идут там полуголые, голые люди там, женщины, мужчины Пакостный такой канал какой-то Но мы вот уже, Сергей парализованный там два ролика сделал к ним, это как в ад опускаешься И мы уже с Володей несколько раз выходили Они там мелькают раз, через несколько секунд другой кадр, другой А если он заинтересовался, он останавливается и мы дальше беседуем Говорим о Христе, о вечности, о спасении, чтобы в ад не попасть И у нас уже около 20 роликов составлено так, они будут стоять потом где-то И если мусульмане, и начинаешь говорить, никто ничего не знает Практически настоящего мусульманина мы ни одного не встретили А на уровне православных, как православные ничего не знают эти Знают одно, что горем, ему бабы нужны А это пакостный такой канал, и они там обитают, кормятся там Для них, ну как говорят, для жеребцов Была бы кобыла, а заскочить сумеет Вот, ну и разные там люди, это женщины-мужчины и раздетые А если показывают, головы не видать, только ниже Ну и показывают органы свои, ну безобразие просто Но мусульман очень много, и с ними говорили Есть некоторые, начинают что-то говорить, но дальше не знают Когда я спрашиваю дальше глубже, а у меня целый том написан, 18-й, про мусульман Весь Коран я разбираю по сурам и ятам, весь до точки, до одной запятой Даже даю там на калькуляторе сравнение с Новым Заветом Ну и только одно, нельзя и на этом все И к чему ты пришел? Я пришел к своему выводу, к своему решению Ну какое твое решение? Мое решение таковое Исходя из нашей беседы, вы ее помните? Да конечно Когда мы с вами разговаривали Почему я пришел в храм? Да Вот этот вопрос Почему ты пришел к нам? Повтори Потому что из Оливии я пришел в храм Ну понятно Да Да А кто она такая? В каком смысле? Ну кто она? По вероисповеданию, по работе, по возрасту По вероисповеданию она христианка Ты об этом не сомневаешься? Об этом не сомневаюсь Мусульманство она не думает принимать А я и не И не надо лучше Сами понимаете Так Ты так и познакомился Я познакомился в Коле И Ливии сколько лет? Шестнадцать Шестнадцать И ты как думаешь дальше События могут развиваться? Если только ради Ливии А Ливия сегодня умерла Да Ты еще дальше Пошел обратно туда? Нет Это ненадежно Это ненадежно Это ненадежно Потому что вера Это Скажу своими словами Как? Что такое вера Для меня? Вера? Уверенность в невидимом Невидима Да Но вера для каждого Осуществления ожидаемого Она Я верил в это И вдруг пришло Вот Если верит То человек верит только потому Что он избрал Христа Они говорят Вот то у нас хорошо Христа нету Грехи не омыты Ты хоть тысячу лет крутись А грех сделан никуда не денешь Возмездие за грех смерть Римлянам 6.23 У меня ролик стоит Я в доме Мулы там беседую Вам надо посмотреть будет Хорошо Мула стоит рядом Жена его Хорошая наша знакомая И дальше Они согласились Да Четко Возмездие за грех смерть А дальше если смерть Значит это Я говорю Вы как понимаете Что здесь умрет или о душе О душе речь идет Смерть это означает В ад пойдет В огне гореть будет После смерти С сознанием этого Согласились Ну а дальше Как выйти из этого Ну доброе дело делать Ну хорошо Преступник сделал грех Посадили в тюрьму Он безвыходно сидит Ждет решения В какой день его расстреляют А я добро буду делать Ну хоть ты что делай Человека того не вернешь Грех уже сделанный Это добро ты делал бы раньше если И если бы ты не грешил никогда Тогда бы вопрос другой стал Но ты грешник Я беру грубые такие Страшные грехи А ведь мы по Адаму Родившись Все заражены Грехом Тем Адамом Я повторяю Мы На земле Рожденные Все дети Адама Сегодня Ну кто там Биологи Разные Исследуют И говорят что Все человечество Исследуя разные нации Имеет одни и те же хромосомы Там все Произошли от одних и тех же Он черный там Белый Разницы нету Мы нет обезьяны Это На сто процентов Если это так То что все умирали Все Сто миллиардов умерло От Адама и с Евой В среднем Миллиардов Сто А они ничего не сделали Плохого Она сорвалась Дерево плод Запретное дерево было По нашим меркам Это Ну даже Говорить не о чем Дерево плодов много Но ребенок забежал в чужой сад Яблоко сорвал Что ему за это будет Ну только сказал Или дал даже ему Бери больше Набирай сколько там А здесь Сто миллиардов Богатые Бедные Священники Епископы Патриархи Все 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 умерли Это божья шкала Она не наша И нам это не понять Или верить или не верить В Адаме все умирают Написано Запятая Во Христе все живут Потому что Возмездие Плата за грех смерть И нужно Чтобы кто-то умер А умереть никто не может За грех Потому что все грешники Поэтому с неба Сходит Сын Божий Воплощается Через Деву Марию Безгрешный Сын Божий И берет грехи мира Всего мира Вот это Картина В Третьяковской Явлении Христа народу Евангелие От Иоанна 1.29 Иоанн видит Идет Христос Вот Агнец Божий Игненок Который берет на себя Грех мира В это верить или не верить Проверить А как А то ли был там Иоанн А может и не было Христа Так разговор не пойдет Здесь вера Верят в то что я говорю В это верят сегодня Два миллиарда людей На земле Миллиарда сегодня А мусульман сколько Примерно два миллиарда Поменьше Ну около этого где-то Но вера наша Очень разная Они верят Что там вот баран Что жертву принес У нас этого ничего нет Мы верим Христа Я вот сейчас Встречаюсь с ними Мусульмане Вот А в рулетке Я говорю Что самое ценное в исламе Мусульманцы Ну Товарищество А еще что Честным быть То есть я не качество людей Спрашиваю В самом мусульманцы В вере их Что самое ценное За что двумя руками Надо держаться Я христианин Я это одобряю Они не знают Ни один Да какая же Ваша вера Вера Просто Разговоры не на вере Четыре жены А у нас даже Смотреть нельзя на чужую Ну разница же большая Большая Даже если жена умрет Тогда Свободен выйти И то только три раза Четвертого брака Нету вообще А у мусульмана Это нормально Если она развелась А потом Полюбили другу Заново То она вернуться Уже не может По мусульманским законам Она должна где то выйти Замуж Хотя бы на одну ночь И принести справку Была замужем Тогда примут А у нас 3 глава 1 стих Еремия говорится Если жена ушла И стала другой Можешь ли ты принять ее Нет Иначе вся земля разбратилась У нас это высшее преступление А у мусульман это Высшее положительное То есть мы далеко не одинаковые У них Иисус Это пророк Человек взятый на небо Живем там Или умер Как они там понимают По разному У нас это Бог Второе лицо Троицы Так у вас 3 Бога Нет Бог один А как 3 лица Это никак нельзя объяснить Это вера Вера Которая утверждена В населенских соборах Бог Отец Бог Сын Бог Сын Ну 3 раза сказали Бог 3 раза сказал Но Бог один А как это может быть Человеческое здесь Не вмещается Я говорю Вот эта мысль Пробила Блаженного Агустина Ну как 3 И в Библии говорится На небе 3 Один Бог И он думал И вдруг на берегу видит Мальчик сидит И раковина Волна набежит Он почерпнет из нее А тут ямку вырыл И вылет Когда бежит туда Тут там песок И вода ушла Он остановился Смотрит А что ты мальчик А что ты мальчик делаешь А я хочу в море Вычерпать в ямку Так кто же в море Тем более Ничего нет А почему ты решил Что невместимого Бога Который за миллиарды кило Этих световых лет И все везде Бог Нигде нету Чтобы Бога не было И как ты его решил вместить В этот В эту черепушку дырявую Когда все забывается И он тогда Смотрит никого нету Ни мальчика никого То есть Господь ему Поучение дал Через ангела Это реальность Да я не верю в это Ну не веришь Вот не верю А там не верю Не верю Ничего и нету Верить за это умереть Быть готовым Это не просто так Так Вот и увидел она такая А что ты в ней нашел В линии хорошее? Духовность Духовная Это дело другое Духовная Там еще Трудиться надо А так она играет хорошо А это все Замуж вышла Это не до этого будет Пеленки И она покатилась вниз Дальше она не будет расти Да это ей не надо Это никого Она сама себя утешает Сторвинования Это сто граммов Конечно Это отлично Но это для спасения души Никакой роли не играет Бывает Человек поет Руланы такие Не оставайся С певицей Наедине Чтобы не поползнуть С сердцем к ней Музыканты Все они слабохарактерные Это люди слабые А другое дело Там человек Кузнец Работает Огонь горит Это понятно Там шахтер А это ничего нету И Ты в ней разощруешься Буквально через три месяца Самые больше три месяца И уже разощруешься Потому что ей больше льготы дают Она больше занимается Я не о ней говорю А музыканты там проще Они посещают какие-то кружки И мать их освобождает от этого А там Другая обстановка Мирская И это На пользу не пойдет Я не против музыки Не против ничего Но Реальность показывает Для спасения души Когда впереди Вечности Конца нету И решается Вот этой коротенькой жизнью Это еще не стоит Апостол Павел говорит Если женишься Не согрешишь Но вы будете иметь скорби По плоти А мне вас жать Ты двадцать лет Ты еще с матерью живешь А тебе надо кормить ребенка И тебя и жену Да какой же ты Никакой А ты своими руками Хозяйство заведи Построй Чтобы у тебя было Что ты скала Говорит Как этот Филипп Филиппович Собачье сердце Железная бумажка была Она знает Что с тобой она не пропадет Нигде Ты нигде на стороне Ни хвостом крутить не будешь Как этот Магомаев Артист А куда не поет Везде любовницы Мусульманин Она и православных Такая же штука Ну не у всех И там не у всех Ну вот такое И Ты еще то уже говорил В каком Уже ей говорил Без матери Потому что она была Где-то одна Ты не должен был ей говорить Что говорить А? Что говорить Ну ей что-то ты говорил Ливия Что ты мне нравишься Я буду все делать Чтоб тебя достичь Я говорил 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 Кому говорил Ливию Что она в духовном плане Матери говорил Ну Она не должна была Отдельно с вами встречаться Уже ошибки Уже ошибка серьезная Этого нельзя делать Нельзя Вот у мусульман Здесь Вопрос другой Спрашивает Говорит У тебя сестра есть? Да А сколько я лет? 16 А у нее какой парень есть? У нас это не положено Ну кто так Располагает к ней Такое сердце Хотел бы Да Хотел бы Мой товарищ Я давно дружу Хороший очень Но Без его родителей И прочее Нет У него не самостоятельно Еще ничего нет И поэтому Но она то это знает Я не знаю Ей никто не говорит Это нельзя говорить Чтобы ее не смущать Если она должна быть То так Рамзан Кадыров говорит Она в школе была моя жена Ну и я не знаю где Как сказать И однажды я вижу Она пошла одна Никого нету Она по лестничной Спускается в школе Я подскочил к ней И сказал Я люблю тебя И во все лопатки ударился Понятно как? Пишет Шукшин тоже Где-то на нас площадке были Она пошла домой Слышит Тот Горохочий Там в сапогах ходил Он догнал ее И сходу ее прямо Раз и посолол Ну гадство Теперь нас так просто не возьмешь А то Василий Макарович пишет так А потом женился Потом оставил ее И пошел другую мошку искать Она одна Раз в год И переступили все мыслимые меры За 80 процентов Тем более у тебя происхождение такое Ты ненадежный очень парень Ненадежный Посреди по своей Ты должен решительно все Которое у тебя было Все порвать Я тебе говорю как Потому что Русские когда выходят за мусульман Браки практически все распадаются Она не выдержит Вот с Африки приезжает Она уезжает А потом в посольстве Прячется чтобы уехать Она должна принять все Что там есть А в христианстве Ну это Ревность Вот видишь как мы живем Наша община Она не такая ординарная Что в любом месте У нас приходят Люди раздеваются Друг друга Знаем Обедаем Занятия идут А в церкви то пришел Ушел Движение Бронова Туда-сюда Никто никого не знает Мы знаем друг друга У нас община Община Это серьезное дело Заболел Роженица Какая-то Поехала Мы все знаем И мы сразу на помощь спешим Сразу Вон она Бумажка Вот держи Милостырь Пребывает вовек Это для нуждающихся Мать умерла Четверо детей Роботы Вот там Я собираю Кто-то на это поставил Старшим Глядеть Вот если бы Лия была Ну У меня дочь Сказать так Или сестра Я бы конечно На разговоре не остановился Надо обязательно было бы Сходить к матери К вашей Если ты женишься Ты рано или поздно Ее приведешь домой Или К родителям ее приведешь Она должна маму твою Назвать мамой А она Совершенно другой человек Ты за этим Ты должен столько увидеть Ты должен быть христианином Доказать Что ты христианин Прошел Катехизацию Принял крещение Пошел на проповедь На благовестие Есть такие мормоны Мормоны Это одна из сект христианства Ну и у них Своим они Табором живут В Америке там много их Джозеф там Смит образовал эту секту У них многоженство разрешается Ну их прижимает государство Они так Одна жена Ладно И вот Время приходит ему Жениться Парню Он приходит к старейшине Я хочу жениться А кто девушка А вон Там живет она Ну ты наши порядки знаешь Знаешь Значит собирайся на два года Отправляем тебя в страну дикарей Там В джунгли Чтобы ты два года Поработал миссионером Чтобы людей обращать И такой фильм Поставленный Он там живет Одна Которая там Какой-то Начальник племени Там или кто Гуру А она дочь Его отдает За него Он говорит Я не могу жениться У меня невеста Так и никто не заставляет жениться Ты только оплодотвори ее Периспи с ней И она Мать сама идет И уговаривает А написано В Библии Что и чтобы свое Святое семя Не мешали другим Это евреям сказано А мы христиане У нас это строже Если евреям что-то можно было Две-три жены иметь Христиан Даже на слуху этого нету И он Парень устоял Ну в кино так показывает И когда он вернулся Невеста ждет Он отработал Два года Вот раньше было Я заканчивал техникум Государственный Я не могу Устроиться на работу Меня уже направляет Пришел вызов С такого-то места А я Пролетариат Отец Инвалид войны Мы все Простые люди И меня уже Заметили Я зову там Отлично Такой человек нужен И меня направляет В органы МВД работать Строго режимный лагерь С запрещенными Прорабом быть Строительство там ведется То есть Уже смотрят И два года Я должен отработать Мне нельзя Никуда не уйти Та же отпуск Рабочий Но определенное место Привязано Но я не отработал 7 месяцев И меня призвали в армию А из армии я уже свободный Армия все покрыла Здесь У нас этого нету Ты сам для себя Это должен поставить Вот если сейчас Даже допустим Ты решил Тебя они не оставят дома Ты вообразил Сейчас Дядя если он ходит Он обязательно Должен сказать Своим старейшинам Ты обрезан Да Они тебя сразу проверят Они сейчас придут Тебе Вот сюда нож Это у них так Если ты изменил Прямо записано А он обязан Убить тебя Ему в обязанность входит Если он Христианство принял То есть изменил В своей вере У него написано Уничтожь его Ты стоишь На смертной грани Если ты верующий Ты скажешь А у меня разницы нет Умереть сегодня Или завтра Я люблю Христа Это все 105 место займет Хотя Естественно Если ты христианин То Какие то шансы есть Какие то Почему Потому что сегодня Она посмотрела А завтра Уже не смотрит Женщину Сердце завоевать Непросто Если она христианка Настоящая христианка Ой как непросто Она тебя будет сравнивать Как ты молишься Как ты благовествуешь Как ты помогаешь другим Какой твой заработок Здесь все У тебя ничего еще нету Пусто Ведь так? Ну так Не работает ничего Ты должен работать Я допустим Вот я женился Как Я она была в школе Надежда Васильевна И она Стала Учеников Учить Вере И одна девочка Проговорилась Дома У нас в школе Там Надежда Васильевна Она учит нас Чтобы верили в Бога Чтобы там Ну и проще Мать пришла Ее вызвали И лишили права учительствовать навсегда И выгнали ее оттуда Вот это меня привлекло к ней Это Женщина Девушка Которая меня никогда не бросит А я знал Меня ждут тюрьмы Пытки И она никогда не бросит И я не ошибся Мне утром ее не приходится будить Никогда А мы стоим в 4.40 Во сколько бы она не легла В 4.40 она уже в дверь стучится На молитву придет Ну Нам уже Ей уже 80 лет А у меня будет муж Я моложе маленько ее Это Наша жизнь так прожита Меня посадили в тюрьму Я иду этапом Где Я знаю Она делает то что нужно Она тут Ходотайствует Она собирает людей Молится У меня стопроцентная гарантия Что мне рога не наставят Рога то есть изменяет Когда жена мужу Говорят оленям сделать человека И я не подкаблучник Я в этом вопросе считается Строгий Мужчина Я ничего лишнего не требую Я делаю все так Чтобы она могла спастись Если она умрет Чтобы в аду не оказалась Она С характером Начинает что-то свое Я сразу ее на место ставлю Она переживает Там плащет Но она будет делать то что я скажу Вопросов никаких нет Вот ей надо беремли Там я и домик ее сразу приобрел Здесь она за стенкой Рядом живем На одном крыльце И каждый день вместе Но она Володя там затопит Она блищиком состряпает Это еще 9 и 10 лет уже идет Такая ли она будет у тебя это? Ну она же у вас родилась Ливия здесь Да, но сказать я ничего не могу Женщина во-первых всегда тайна Так? А потом Ее отец он ходит не к нам И ходит в другое место А был у нас дьяконом А ходит он Старостильный Греческую Это тоже православное Но мы не вместе И его расположение ко всему я не знаю Хотя у нас хорошие отношения Я не могу говорить Да там где я не знаю Я говорю не знаю Галя здесь С Галей мы в очень хороших отношениях Она приезжает там С детишками И Ливия там И деревья бывает Сейчас лагеря нет Мы приобрели несколько домов И в этих домах у нас все идет О ней могу сказать только положительное Хорошее Хорошее Красивое Из хорошего христианского дома Дома и все А ты должен подумать о своей жизни О ней не думай сейчас Выкинь Полюби Христа И ты придешь домой Они тебе сейчас Вдвоем втроем Придут Муслимы И на распрос Ты скажи Да я никуда не ходил Не надо У тебя клеймо стоит Ты по рождению мусульманин Куда ты пошел Они переделали Евангелие Библию У них все неправильно Они нас не уничтожают Христиан У них по закону Нас обязаны поработить Чтобы мы платили им налог А если это язычник А я атеист Сразу башку отрезают Разговоров нету Вот и они там Изиды Где-то в Сирии Там у горы Ну их сколько там Тысяч пять было Они раз Захватили все Сколько мужчин было Сразу же Тут же вывели Тут же всех расстреляли Не допрашивая Не переманывая к себе Никаких Язычник Готово к делу Ни одного А девки Девки пошли Здесь они берут там 15-20 человек За одну ночь насилуют их У них веры то никакой нету Бандиты Бандиты По нашим меркам А по их нам они герои Ну какие герои то Это дикарский народ Как так Человека уничтожить А этот изид А жили они мирно У них все было Почему не поговорить Может быть Он бы мусульманство принял Там Но они спрашивают Принешь мусульманство Да нет Все готово дело Это показывают И ведут они Переодетые в одежду Сколько 15 человек захватили В других странах Там Саудовская Аравия Где-то Рядом каждый Сопровождается Таким кинжалом Вот они на коленях Стоят около моря Каждый вот сюда нож Ставит Тот махнул рукой И все ножи отсюда Вот раз так Перерезает Готово дело Нервный стол перерезан И все Все до одного мертвые лежат И у них это сплошь и рядом И конечно тоже достается Русские там Бомбили Там тоже Ну а как по-другому то Я ни того ни другого не одобряю Я к ним просился Написал Путину Что мне дали Карт-бланш называется Свободный проезд К ним Я к ним Наверное смерть А вы знаете они вам не разрешат Говорят знаю А зачем едете А я не докладываюсь У меня свой план И вы уверены что вы нужны там Я молился об этом А вам же пиариться Слова такие знают А что бы вы делали С начальством переговорил Без вашего ведомия нигде не говорю Я буду на самом передовом участке Дайте мне отдельное место Где я могу молиться Я буду молиться о том Чтобы вы не погибли Я буду только молиться А я знаю силу молитвы Мне ничего больше не надо Я буду скудно питаться Я мясо не ем Алкоголь не употребляю Так что меня кормить Проще всего И вы поехали бы Мне пришел благодарственный ответ оттуда Что я забочусь Что другое Но бланки на государственном Поблагодарили И на этом все дальше нет А я уже все готовил Готовы поехать туда Для меня это счастье Высшее Умереть за Христа Я бы им о Христе сказал Где можно Нигде бы тайно не стал говорить Только начальство как сказала Ни всем не заговариваю Рядом что недалеко был Русский перевозчик Тоже такой же идилоис Там стреляет и все А я не стрелять еду Я молиться Чтобы вас Господь обратил к истине Не буду ничего говорить называть Я христианин Тут все сказано Я не Не проповедую ислам А Христа 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 И вот мы проехали Были в шести Мусульманских республиках Прошли Турцию С той стороны Черного моря Я их Я их видел Хорошие люди Работяги На этой земле А перед Богом они никто 4.12 Деяния апостолов Написано Нет другого имени Под небом Данное человеком Которым надлежало бы нам спастись У нас самое большое Человеку Наказание Это предание анафеме Анафема То есть это Харем Проклятие Анафема А в послании Галатам 1.8.9 написано Павел говорит Если бы мы Апостолы Или даже ангел Стал говорить не то Что написано Да будет анафема То есть по нашим меркам Всему мусульманству Анафема 1300 лет анафема Потому что совершенно не то говорят Это не я говорю Это мой закон Святая Библия говорит Ты вот что услышал Переработай в себе Мой тебе совет Не подходи Клеви и не разговаривай Это первое И я за этим Должен смотреть По крайней мере здесь Буду настраивать На это и мать А ты работай Покажи Вот у нас есть Такая Ивлалия Святая А ее полюбил Один юноша Ну и так же вот Преследует ее Изищество Она говорит Пока губернатором не станешь Генерал-лейтенантом Я замуж за тебя не выйду И он приложил все силы Закончил академию Дядя помог ему Там выборы были Депутатом выбрали По нашему говорят И он стал губернатором А там губернатор Это уже генерал-губернатор Ему сразу звание И он все сделал Документы Дипломы Пришел Ивлалия Собирайся Она говорит Нет, ты еще христианином станешь Да мы же об этом не говорили Ну не говорили Тебе же понятно Я христианка Нет, позволь Ты мне сказала Это бы никто не выполнил Я выполнил это все Я учился день и ночь Я шел на опасные участки Я участвовал в битве Мне звание присвоили Я раненый был Я из-за любви к тебе сделал Пока христианина не будешь Он ее предал властям Ее казнили Настоящая христианка Она не должна была Так говорить И давать ему условия Она не права Мне говорят Так она святая Она не права Правда дороже всего Понял почему? Да Потому что она не поставила условия А теперь когда выполнила Еще условия Так не бывает Да да или нет Нет А сверх того то от лукавого Она поступила от лукавого То есть от и чистой силы То что я говорю Слушай внимательно Я имею моральное право Говорить об этом Я 56 лет верующий И за 56 лет Мне ни разу не пришлось Где-то слукавить Или обмануть Нигде и никогда Может я нечаянно Где-то Выло вот Что то В ограде то никого нету Оказалось Перевели часы И все раньше зашли А я сижу Около меня человек И мы вдвоем опоздали Здесь рядом Но я не расслышал Я то То есть я сказал неправду Она все равно неправда есть Но неправда Ну ни к чему она не приводит Во-первых А потом я не знал Я сразу прости меня господи Как же я сидел в окно смотрел Люди ходили А я сижу работаю И вдруг никого нет А что случилось Оказывается все на богослужение А я минут на 20 опоздал Значит имей это в виду О чем я сейчас тебе сказал Возьми для себя это Ей не надо ни о чем думать А ты для себя покажи Это время Сколько там Два года, три Четко держись Стань христианином Прими крещение Ну здесь будешь жить Или где-то уедешь Но во всяком случае Чтоб ты был свободен Но что тебя они могут преследовать Даже гадать не надо И они тебя сметут Даже делать нечего Готов ли ты на это Я знаю Считал про это не раз Игнатий Тихонович А? Игнатий Тихонович Да Я На свой взгляд Думаю Что если умирать То умирать ради Бога Ради Бога Христа Быть христианином Да Если Не важно Кто Главное Что я верю в Христа Я умру Быть христианином Надо Уверовать И принять крещение Крещение И на без крещения Ты еще не потерянный Вот евреи допустим Еврей уверовал во Христа Они это терпят Но если он принял крещение То потеряно уже навсегда Это грань Размежевание Это никак И ты себя проверь на этом Если ты думаешь здесь сходить Значит Тебе больше ходить никуда и не надо Зачем тебе ходить Если ты еще не определился Пока решай где-то Сходи там католикам Сходи баптистам Тут адвентисты седьмого дня есть Харизматы есть Ну Только одному не ходить Узнай Может тебя больше туда потянут Но там ересь Они не церковь Они не церковь Я тебе должен сказать Но и запретить тебе Я никакой власти не имею Конечно Я бы сказал Еще те куда попало ходить Когда у нас тут и проповедь И занятия Ты там нигде это не получишь Здесь От апостольских времен церковь идет Здесь каноны Здесь церковное предание Кроме писания Объясняет Там ничего этого нету Вот Если ты уже Самостоятельный И так на это пошел Вот Где там В Индии Которые христиане уверовали А мусульмане нападают Их Сколько за это время убито Сейчас где-то говорят Они в общей сложности Наверное полмиллиона Уже уничтожено христиан В настоящее мирное время Данные в интернете идут И показывают Как они заходят Там христианское где-то То взрывают То расстреливают То что А те люди Которых Они знали Они готовились к этому И знали Они на небе эти люди Это мученики за Христа Показано Как они его обливают бензином Он горит А они его палкой бьют по голове Это все заснято В интернете Показано Мы живем в России И тут как будто Такого нету И мусульмане Переходят в христианство Так И никто их не ищет Вот у нас нынче Принимал крещение Приезжал один Татарин А мать Туркменка кажется Он приехал домой И тут Такой режим послабленный Принял крещение Мы переписываемся Очень хороший мужчина Ну просто Настоящий христианин Вчера только он письмо написал Опять Это Татарстан Ему еще в армию идти А? В армию еще идти В армию идти Теперь Когда в армию идти? Сейчас я заканчивать буду колледж Летом Летом Вот если бы ты был христианин То наши ребята не служат То есть служат альтернативные Тебя могут послать куда-то В мусульманскую страну В чечню там стрелять Тебя живо оттуда Говорят Отправят А у нас так Специальный есть бланк На бланке написано Я такой-то такой-то От службы не отказываюсь Только альтернативные Я христианин Присягу давать нельзя В местописание Я не могу убивать Такой Не могу быть заряжающим Коллектировщиком огня А копать могу Окопы Я могу спасать раненых Есть такой фильм Одвиньтесь с седьмого дня Его в армию берут А он Я оружие не беру И вот тыскали куда И он спас Столько людей Показали как Где ни один не пройдет Он прополз между покойниками И опять вытащил раненого Юноша один Ну и За ему там Присваивают звания Там какие-то Все А он оружие так и не взял И он просто возмужал На этом Ну отец Так его настроил Я не знаю как это фильм Это называется Можно найти даже посмотреть Ну что Разговор с чем закончился То что я тебе говорю Ты принял? Да Ну Опять же ты можешь не принимать Никто не заставляет Это добрая воля Да Отдельно Нигде Ни одной минуты Сливее Чтобы не был Нигде Никак Не надо провожать там Никак Только видеть ее здесь Вот здесь пришел Увидел Ну и все Больше не надо Не надо Это ни к чему не приводит Мне нравится Мусульман Мусульман Как они берегут женщин Своих А чужих Они на них верхом ездят Пинают их Но они уже такие есть Они полураздетые С голым задом Вот так У нас не так одевается Наши когда видят Все говорят наши сестры Мусульмане Как одеты Как хижаб надеты У них волосы закрыты У самого маленького Юноши какие Бороду не трогать Бороду не трогать Если ты Видишь как Если ты Не крещеный То тебя Нужно Чтобы ты подал заявление Написать Готовищееся К крещению И тогда Когда тебя Военкомат будут вызывать Тебе можем выдать Такой то такой то Готовится К крещению Принял христианскую веру И им положить на стол Это И у нас как правило Они должны служить не два года А три За больными ухаживают Но как правило Никого и не берут в армию Возиться с ними Ему билеты военные дают И все Игнатий Тихонович Игнатий Тихонович Я музыкант Ну музыкант это музыкант Что в оркестре играть? Да Ну играть то Что играть то Там дерутся они Там дедовщина Там убивают людей Специально сейчас комитет Матерей Защиты матери Детей Они бегут оттуда И над ними издеваются Вот Я не знаю Я не так давно в армии был Это шестидесятый год Шестьдесят первый У нас этого не было К нам прислали Таджики Узбеки Туркмены Я первым делом стал изучать Все языки их Чтобы с ними разговаривать Они по-русски Плохо говорят Но они ко мне сразу Расположились тут Как будто бы Вот И чтобы их преследовать Или как-то там Делай мне Стирай там трусы Этого не было А сегодня это ужасно просто Так что ты хочешь сказать еще? Ты знаешь что мы будем записывать? У меня все в интернет выставляется Да я знал Знаешь это Я тебя спросил Скажи ты не против Так? Ничего тут нету Тайны мы никакой не делаем Тем более не скрываем А вот если тебя будут вызывать там мусульмане Где-то беседовать В первую очередь Ты не обязан Что-то особо там это говорить Говорит Ну а если они скажут А кто тебя там соблазнил на это Или то другое Там пожелает беседовать Если такой найдется где-то То мы можем встретиться А где встретиться? Да у них в мечети Я их хорошо знаю Молился Я скажу что У меня хорошее отношение с мусульманами Я им свидетельствовал о Боге И они приходили христианами Делались Хорошие Так что Если такой вариант даже возникнет Угроза какая Ты должен сказать сразу Что мы все молились Конкретная угроза Неизвестно от кого Мы просто молимся А если конкретно с кем Можем даже и переговорить Во-первых это против закона Российской Федерации Определенно это уголовное дело И против Бога А что у них это сказано такое Это сказано Это от дьявола От дьявола Так оно в Коране записано Повторяю от дьявола Почему? Он есть человек-убийца и лжец Евангелие Раньше пришло на 600 лет От откровения Восьмая глава Восьмая глава 44 стих Ваш отец дьявол Господь говорит Он человек-убийца А мы тебя убьем А то дьявола А если христианин там А дьявола Разницы нет Он отец лжи Ложь и убийство И мы должны так и сказать Мы не можем то принимать Мы не можем то принимать Что идет Вопреки Слово Слово Божие Святой Библии По ней мы находим другое Если ничего нет У меня больше нет ничего сказать Что-то какой-то вопрос не обсудили? Все абсолютно Ты будешь сейчас матерью так же? Да Она тебя не выгонит? Нет Такое бывает Когда сурово так-то Или со мной так Игнатий Тихонович Я мужчина Я принимаю решение Да Мне в дальнейшем Будь мужчиной Мужчина должен оставаться мужчиной Женщина должна оставаться женщиной Да Так всегда было Игнатий Тихонович Ты будь благодарен матери За все Скажи мама благодарю Но я нашел Христа Который умер за мои грехи Воскрес для моего оправдания Я не одинок Сегодня 2 миллиарда христиан Так это Христиан много разных А я скажи нашел православную Да еще общину Это не просто так Как ты считаешь С твоей матерью не надо встречаться? Нет Не настаивай Раз ты сам принял решение Я принимаю решение То есть Мы еще не скрывали Видишь как Мы все сказали Ой да молодец Хороший тупарь Я сказал нет С мамой поехать Разговаривать Игнатий Тихонович Я мужчина Я должен сам решение принимать Да Я на данный момент Должен самостоятельно изучить веру Самостоятельно прочитать Изучить Чтобы понять это все Понимаете Игнатики Так ты сейчас Где будешь работать Хлеб то где зарабатывать будешь? Я подрабатываю Я студент А студент Подрабатываю иногда А где учишься то? В музыкальном колледже В музыкальном колледже Там сколько лет учиться? В последний год я обучаюсь Вот выпускной И ты думаешь работать по специальности? Я думаю Честно Я думаю сходить в армию Так Какой инструмент у тебя в руках? Играю на гармошке На русских народных инструментах Пою народные песни А какие именно? Народные песни? Да Ну какие то что? Назови Вот я может одну то знаю Казачьи Кубанские Кубанские Какое название? Когда мы были на войне Не для меня такую пели? Да А что не для меня? О чем говорит? Не для меня придет весна Не для меня дом разольется Ты можешь один кузет пропеть без музыки? Нет Да Я в интернете слушал это Хочу услышать Какой у тебя слух Хотя у меня никакого его нету Ну-ка попробуй так Не для меня придет весна Не для меня дом разольется И сердце девичье И сердце девичье Завьется со стол Оргам чувств не для меня А когда коня выводишь с конем на поле идут Поете такое? Да Выйду ночью в поле с конем Ночкой темной тихо пойдем Мы пойдем с конем по полю вдвоем Мы пойдем с конем по полю вдвоем Вот такие народные там вот Дунастские волны На сопках Маньчжури На сопках Маньчжури Не пели? Нет Ну там вот такое что погибли они И как бы среди покойников уже Сочувственные такие Хорошая песня Заставляют задуматься А вы знаете что Жанна Бечевская все эти казацкие песни поют? Угу Слышал? Ее не слышал Не слышал А кого из певцов ты больше всего Ну не уважаешь или принимаешь Или кому бы хотел подражать Какой? Каких знаешь? Не сегодняшних там Неизвестно Хоть каких назови там За иностранных Прошлого века У меня есть один Виктор Сорокин Ну Какой тебе ближе такой Ты хотел бы подражать И какие песни поют Ты Пытаешься петь Виктор Сорокин А? Виктор Сорокин Солист кубанского казачьего хора Так А ты слышал Ивана Ребров? Нет Не слышал А хотел бы послушать Ну возможно да Вот сейчас пойдем ко мне И ты послушаешь Он родился в Германии В немецкой семье Отец немец Мать русская И он выступает Как он Его не пускали в Россию А потом от перестройки Его сюда запустили Он русские народные песни поет Рост почти два метра Он вот такой богатырь стоит Шаляпин В Шаляпинске ни одной песни не поешь? Нет А такой если он поет там Жило двенадцать разбойников Был Худеяр Был Худеяр Атаман Много разбойники Прорили крови Святых христиан Но вдруг он обращается И к Богу идет монастырь Это вот такое дело Да Опасный ты человек Для девчонки Опасный Потому что ты запоешь там И все пропало Она Она поплывет Если написано Наедине С певицей не оставайся Так и с кевцом не оставайся Наедине Значит Это хорошее дело И вот Федор Шаляпин Едет там На коне его везет Ну А он его там Там бобровая шуба Такая Хорошо жил А кучер говорит Барин А кем ты работаешь? Он говорит Пою Да мы все поем Когда выпьем особенно Я спрашиваю Кем работаешь? Вот такое Отношение Ну к пению Ну вот Мы видим Владимир Семенович Высоцкий Пел Какое там? У него и голоса Ничего нету Но он нащупал эту струну И он Так и думали Что он заключение был Он заключения то не был Он блатные песни пел И он Мало того Он популярнее Самых популярных певцов стал Почему? Он коснулся середины Как люди живут Он поднимал этот пласт Что интересно КГБ не знал Что делать А Юрий Владимирович Андропов был тогда Он говорит При таком образе жизни Наркотики Проще Он долго не протянет Поэтому лучше не трогать Мученика не надо делать Ну и так и получилось Он сгорел У нас в природе Никого певцов не было Мы не пели Мы работали Кроме пения Приобретай какую-то специальность Не унижай себя Жена голодная А ты жена сиди И я буду петь тебе Игнатий Тихонович Для мужчины И 100 и 200 профессий мало Мужчина должен знать все Должен быть Я строитель допустим Был начальник И меня сбросили Работал Вот 40 лет пищи делал В саже В грязи Но это во-первых Нужно А во-вторых Деньги хорошие Да Я работал на стройке Знаю как это Стройка Это третье место Первое место Сельское хозяйство Еда Второе Это одежда Галантерея Где-то в текстильной промышленности И третье Это строительство Жить на так где-то Три Остальные там уже И в конце всех Там в конце Это уже стоят пивцы с вылизанной щашкой Кто им еще даст И они попоют Это нахлебники Да Я с вами Они еще не создают Я не поспорю Профессия музыканта Низкооплачиваемая Смотря какой музыкант Хоть какой Ты ничего не создаешь С этой человек Ему это можно послушать А голодным ему не надо Ну надо там Иди давай работать Нам некогда Глупостями заниматься Вот что типа такого слышат Давай работай А придем дома Там попоешь Соловей тоже мне нашелся Я знаю как даже говорить вам будут Ты должен работать Созидать Вот кто-то эту шторку делал Кто-то шкаф Кто-то эти книги писал Кто-то Вот это вот Под нами Вот смотри какая она Резиновая Вот Это резино технических изделий Завод Мне директор знакомый Все это дал Скамейку Картину нарисовать кто-то Даже написать вот так вот красиво Это кто-то должен был сделать А ничего не делать Кто-то он издал Евангелие Красное И раздают уже наверное не один миллион Раздали Впервые за За всю историю России Так много новых Не новых за это Евангелие издано Большим Крупным шрифтом И в Волгостане Патриарх Кирилла написано Это помогает Успокоить людей Так Нужно что-то созидать Володя говорит Я у Бога талант выпросил Думаешь он какой талант выпросил? Когда скажешь Все смеются Да какой это талант А он прокормится им Ну ты маленько его видишь Какой талант? Скажи Володя какой? Колоть дрова Колоть дрова Да что колоть? У меня отец Основной рукой Он с фронта был Он колол любого Заткнил Как именно ударить Как поставить Как быстрее это все сделать Он немного просил И получил А за этим у него и другие Как Соломон Бог ему говорит Проси что хочешь И он что попросил? Талант А? Колоть дрова таланты? Нет Соломон Соломон Что попросил? Не знаю Мудрости Господи дай мне мудрости Чтобы я мог бы выходить к народу Не оскоромиться И обратно зайти неосмеянным И Господь ему ответил За то что ты не просил богатства Не просил долгой жизни Не просил отомстить врагам Я даю тебе мудрость и все что ты не просил Соломон Он вошел в историю Как самый мудрый человек Премудрец Соломона Однажды случилось Народ то еще не знал какой царь А к нему приходят Ну Десятики Сотники Судьи Районные И наконец Российский Центральный суд К нему Женщины две В одной комнате были У обоих подняла к ребенку Маленькие младенцы Там месяц Может по месяцу И одна встала Ночью то И ночью то она на него навалилась Ребенка то и задавила его Ну а потом когда Расцветало Она посмотрела Так это твой сын Она говорит Нет это мой Да нет это мой Ты своего мертвого Подложила А так и Так и было Ну и что Это которое Дошло дело до царя Ну все думают Ну а как решить узнать то Тогда Никаких экспертиз не было Генетики не было Но никто не знает Какой резус крови брать то Соломон сказал Завтра будет решено Когда пришли Студии собрались А тут сидят Князья И женщины Оточай ребенок А так говорит Мой ребенок А так говорит Мой ребенок Доказательств никаких Царь подумал Итак Одного ребенка на двоих Воин Подойди Точно пополам Можешь одним ударом разрубить Разруби пополам И пополовинке Каждому отдай Мудрое решение Но он высчитал Которая не мать Она знает что это не Она говорит Руби А которая мать говорит Не надо отдать ей ребенка Пусть он у нее живет Он говорит Вот это мать Она мать Пусть не у меня Но он живет А это не ее Какая разница рубите И весь народ испугался Какой царь И дальше он когда судил Все знали Еще нету никаких Следовательных экспериментов Он уже точно знал Ему Бог открыл И вот в книге написано Книга экклесиаст Книга притчи Соломонов Книга премудрости Соломоновой Три книги в Библии Им написаны Так там Может быть десятая часть Написано Он составил Десяти тысяч притч А у нас их всего там семьдесят Где они остальные? Вот так Быть мудрым Вот у нас Которая считает Севастян Сайт Он юрист Юрист неплохой Он закончил с красным дипломом Работал в краевой прокуратуре Следователь По особо важным Государственным преступлениям Туда кого попало не пошлют Ему надо идти в армию Его призывают в армию Его прокурор Край буквально вырвал оттуда У него военное звание есть Ему в армии не зачем идти За ним столько дел делай А тот военком упирается Он говорит Отдать Прокурор Край Генерал-лейтенант И его оттуда вырвал Вырвал Обработал Теперь своя у него фирма Или что там открыто Их там два-три-три человека Юридическая К слову сказать Он женат на моей племяннице Я когда судился с властями Он сильно помогал Он юрист Речь идет не о справедливости Не о нежности А о знании статьи закона Они бьются на статьях закона А закон бывает беспощаденный Он на это не смотрит То перед ним Вопросы? Вопросы? Нет вопросов Мы сейчас помолимся Поблагодарим И с миром по домам Ты маме скажешь Что был здесь? Ну это... Это твое дело уже Это мое решение Мое дело Это мое личное право Игнать Тихонович И оно будет моим личным Хорошо? Если мама думает Там скажет А могу я сынок Пойти посмотреть Куда ты пошел? Ты скажешь Могу И ты можешь маму привезти Только где-то должно быть Как у нас одевается Блаток Под булавочку Ну и больше еще Игнать Тихонович Это мое решение Мое право И мое личное дело Ты можешь сказать Все как есть Я останусь Так, благодарим Бога Вот это потом волны шторки Хорошо задернешь Боже, милости в будни грешному Сознавай меня Господи Помилуй меня Вячеславец и грешил Господи Прости меня грешного И помилуй Дивный наш Господь Любящий Отец Небесный От тебя не сокрыто Внутреннее желание человека Послужить тебе И как это исполнить Ты знаешь Только ты знаешь Внутреннее намерение человека Будь милостив к нам Чтобы лукавый дух Не втопся в нашу душу Сохрани и Ливию И родители ее Чтобы не были обмануты Тебя как назвать Тимуром? Да И Тимура благослови Это решение О чем мы рассуждали Да будет в нем твердо Прими его Господи О счастье Омой и убери Приведи к святому крещению Тебе Господи Слава Хвала Честь и поклонение Отечественный Святой Дух Аминь 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 Мы их посетили Ну тут видно Как это молодые В отдельном месте Молились Даже людей тогда Больше было Некоторые вылезли Вот Венчание идет Вот Галя с Сашей Ливиной Родители Вот А это вот Умерла Которые дети Остались сейчас А он глухонемой А вот это Которые говорят Молиться Муж сильно болеет В Америку Вышла замуж Девушка А это Мэр города бывший Мэр города Барнаула Баварин Это вот мы с ним По рукам ударили Вот Поцеловались И вот он стоит Говорит И вот тут был его Советник Овщинников Владимир Петрович Очень хороший Он помог А это я вот Везу занятия Вот смотри где Это я в Америке С митрополитом Виталием Это я веду занятия В АГТУ Нет Это ВАГУ Алтайский государственный университет А это В АГТУ А это профессор Евстигнеев Владимир Васильевич На занятия пришел А рядом сидит Улеска Это ученый Секретарь Ну и вот Тут у нас Володя Ты так и не прилепил Побери что-нибудь Подклеить надо А это я вел Радиопрограмму Вот В студии Каждую неделю Я трижды выходил в эфир Онлайн То есть сразу прямой Две передачи было Одна была часовая Вот нас как одевается Тут все это видно Многое что ушло Вот как крещение принимают Тут батюшка Будда заходит В воде А тут фотографирует Это вот все крещались Там народу много было Двадцать шесть человек В один год крестилось Для нас это много А сейчас отовсюду приезжают люди Тут были из Германии Из Франции Потому что не хотят Правильно крестить Это история нашей церкви Уходим Уходим Пошли Володенька Все Ну здесь шахту А где это холодно Вот так Все Стал просто Редактор субтитров